Энергетики получат больше свободы в формировании тарифов. На экономическом форуме обсудили реформу теплоснабжения в стране. Чтобы привлечь инвесторов в отрасль, вместо существующей тарифной политики в регионах, рассматривают введение методики альтернативной котельной. Как это повлияет на цифры в платежках и зачем на круглый стол энергетиков? И представители власти приехал телеведущий Дмитрий Дебров. Расскажет Регина Баймухаметова. Дмитрию Деброву презентуют инвестиционные проекты, которые сибирская генерирующая компания готова реализовать в Красноярске. На экономический форум столичный ведущий приехал, чтобы провести круглый стол о реформе теплоснабжения. По телевизионной привычке начинают с вопроса. Организации, которые заняты энергетикой и в частности теплом, готовы инвестировать. А не скажете ли как, ежели вся тарифная работа строится вокруг одного года? Необходимость модернизировать объекты теплоэнергетики назрела давно, говорят представители власти. При этом у крупных компаний инвестиционные проекты есть. Генеральный директор СГК Михаил Кузнецов заявляет, готовы потратить на развитие тепловых сетей Красноярска 10 миллиардов. Общий же объем предлагаемого инвестиционного проекта может достигать 50 миллиардов рублей. Но для этого нужен четкий механизм возврата инвестиций. Чтобы обеспечить эту возвратность, нам нужно понимание, что те условия, в которых мы работаем, будут примерно такие же, идти через 5 лет, через 7, через 10 соответственно. Сегодняшнее тарифное регулирование этой перспективы нам дать не в состоянии. По словам энергетиков, ежегодное согласование тарифов мешает развитию отрасли. В прошлом году правительство сделало шаг к либерализации цен, законодательно утвердив новую модель рынка тепловой энергии. Теперь формировать цены на тепло по соглашению ресурсных организаций региональных властей можно по методу альтернативной котельной. Главное его преимущество в появлении понятной долгосрочной тарифной политики. Первым и пока единственным городом, где СГК приступило к реализации такого проекта, стал Рубцовск Алтайского края. Тариф больше, чем на инфляцию, больше изменяться в Рубцовске не будет. Это можно заявлять смело, потому что это заложено в философии всего этого проекта. По словам руководителя СГК, на быстрый возврат вложенных средств энергетики не рассчитывают. Поэтому необходимости резко повышать тарифы при введении метода альтернативной котельной нет. Нормативная база для реализации закона пока не проработана. Инвесторы ждут, что это случится к 1 июля. Но пока обсуждение деталей проекта будет продолжаться, в том числе на Красноярском экономическом форуме.